Добрый день, уважаемые слушатели, коллеги. Сегодня мы с вами разберем достаточно важную тему лечения осложнений противополевой лекарственной терапии в условиях САО. Начнем мы с фибрилля-нитропинии. Под понятием фибрилля-нитропинии понимается поднятие температуры выше 38 за сутки, либо выше 38,3 и количество нейтрофилов менее 0,5. Нужно ли госпитализировать пациента с фибрилля-нитропинией? Есть шкала МАСК. Если по ней пациент набирает 21 балл и выше, то его можно лечить в амбулаторных условиях, то есть в домашних условиях. Какой необходим минимальный объем исследования? Необходимо, безусловно, посмотреть пациента, обеспечить внутривенный доступ, анализ крови необходим обязательно, абсолютное число нейтрофилов, мочевины, креатин, электролиты, общий анализ мочи. Если есть катетеры, порт системы, необходимо сдать посев из этих систем и рентген органов грудной клетки при наличии симптомов. Оптимальное назначение антибиотиков в первый час после фиксирования фибрилля-нитропинии в постановке. В любом случае, необходимо использование бета-локтамов. К ним можно добавить, при необходимости двойного перекрытия грамма отрицательных бактерий, такие препараты, как, например, фторхинолон, цифрофлоксоцин. В домашних условиях оптимально порекомендовать пациенту антибиотики в таблетках. В условиях стационара, конечно, пара-энтеральный путь будет более разумен. Как долго использовать антибиотики? Если у пациента нет температуры и нет клинических признаков, через три дня происходит оценка, и после этого еще возможно провести антибиотикотерапию в течение двух дней. Если есть температура или какие-то клинические признаки, необходимо будет подумать о добавлении каких-нибудь препаратов. Это, возможно, смена антибиотика, либо добавление противогрибковых, противовирусных средств, либо выполнение дополнительных обследований, например, КТ органов грудной клетки, если есть клинические признаки. Через пять дней антибиотикотерапия оценивается состояние пациента. Если течение благоприятное, клинических признаков нет, антибиотикотерапия завершается. Если сохраняется температура, здесь потребуется консультация инфекциониста и уже с ним решать дальнейшую тактику пациента. Следует напомнить, что у генцетабины есть такое осложнение, как гриппоподобный синдром. То есть это повышение температуры и ломота в теле, в костях, мышцах, как при гриппе. Он встречается, может, у каждого пятого пациента. Такое осложнение отличается от фибролинитропинии, которое встречается у каждого десятого пациента. Но следует также помнить еще момент, что наличие гриппоподобного синдрома не исключает наличие фибролинитропинии. Следующее осложнение – тошноторвота. Это одно из самых частых осложнений, на самом деле, у пациентов. Есть пять основных видов тошноты и рвоты. Первое – это острая, которая развивается в течение 24 часов. Ее, в принципе, не должно быть при адекватной, полной, профилактической, противорвотной терапии. Следующий тип – это отсроченная рвота. Она возникает на 2-5 сутки. У нее есть предиктор – это тошнота. То есть, в этом состоянии можно предсказать. Такая рвота возможна, даже несмотря на адекватную профилактическую противорвотную терапию. Следующий вид – это условно-рефлекторная рвота. Это однозначно ядрогенный тип рвоты, потому что он возникает при ранее предшествовавшей острой рвоте на фоне химиотерапии. То есть, при неадекватно проведенной профилактической противорвотной терапии. То есть, пациент, даже вспоминая, что ему нужно сдать клинический анализ крови для проведения очередного цикла химиотерапии, может спровоцировать его на условно-рефлекторную рвоту. Следующая неконтролируемая рвота возникает на фоне адекватной противорвотной терапии. Здесь нужно будет корректировать и добавлять эмитогенную схему, и добавлять препарат, например, апропитант. И существует рефракторная рвота, когда не поддается совершенно лечению. К счастью, это встречается очень-очень редко. Основные принципы. Обязательно начинать нужно с первого дня, первого цикла химиотерапии до начала введения химиотерапии. В стандартных комбинациях, в адекватных дозах, с адекватной продолжительностью, и соблюдая интервалы между приемом антиометиков. Критерием эффективности профилактической противорвотной терапии является отсутствие рвоты в течение 24 часов. Как раз-таки острые рвоты. Как понять, какой противорвотной терапии назначить пациенту? В зависимости от уровня эмитогенности комбинации схемы или препарата. Полный список доступен на сайте Росонков. Он всегда доступен онлайн, вы можете скачать, посмотреть. Здесь приведен неполный список. Однако хочу особенно обратить внимание на некоторые схемы. Например, это АЦ, доксорубицин, циклофосфамид. Данная схема получают пациентки после радикальной операции по поводу рака молочной железы. Они молодые, у них как раз высока вероятность тошноты и рвоты. Здесь обязательно назначение фосапрепетанта или апрепетанта. Также схемы ТС, это циклопоклитоксосцисплатин либо поклитоксосцисплатин, который используется очень часто в гинекологии. Это рак яичника, рак теломатки, рак шеек и матки. Тоже имеют высокоэмитогенный потенциал. Что использовать при высокоэмитогенной однодневной химиотерапии? Используют фосапрепетант или апрепетант. Апрепетант в таблетке, а фосапрепетант в парантеральной форме. Также используют, плюс к этому, антагонисты серотониновых рецепторов. В нашем случае мы используем это андозитрон и кортикостероид, дексаметазон с первой по пятой дни. Причем, если используется фосапрепетант, то есть парантеральный способ введения, дексаметазон, в принципе, на второй-пятой дни можно не вводить. При умеренной метагенной однодневной химиотерапии достаточно антагонистов серотонина, это андозитрон, например, и кортикостероид, дексаметазон. Причем количество дней уменьшается, это с первой по третьей. При низкой метагенной однодневной химиотерапии достаточно вообще всего одного препарата. Это может быть кортикостероид, антагонисты серотониновых рецепторов или даже блокадор рецепторов допамина, например, метоклопрамид. Если рвота случилась, конечно, пациент должен быть осведомлен о том, что стоит принимать противорвотность строго по часам, а не тогда, когда возникла тошнота рвота. Если он не может поставить или нет родственника, который ему смогут поставить внутримышечно противорвотное средство, тогда есть, например, эректальные свечи. Конечно, нужно восполнять также потерянную жидкость электроиды. Если возникла неконтролируемая рвота, здесь следует дифференцировать, может быть, это вызвано чем-то другим. Например, на фоне венкристина может возникнуть парез. Далее, метастазы головного мозга также могут вызвать неконтролируемые рвоты. Могут быть электролитные сдвиги, урымия, назначение опиатов по поводу хронического болевого синдрома, что не редкость. При исключении всех этих состояний возможно добавить при следующем цикле уже будет эмитогенность повысить схемы и добавить априпитант или фосаприпитант. Что рекомендовать пациентам? Во-первых, есть часто понемногу. Температура еды должна быть охлажденная или комнатная температура. Проветривать помещение до и после еды, чтобы запах не провоцировал тошноту. Не пить воду во время приема пищи, есть сидя. Отдавать предпочтение с нейтральным вкусом и запахом. И, конечно, как выглядит еда, тоже важно. Следующее осложнение – это диаре. Здесь приведена классификация NCI последней версии 17-го года. Нам особенно важно знать количество эпизодов. Это 7 эпизодов, потому что с этого количества начинается осложненная диаре. Под неосложненной диаре понимается диаре в первой-второй степени, то есть количество эпизодов стула до 6 без факторов риска. Почему это важно? Потому что в этом случае пациент может сидеть дома, лечиться у себя дома самостоятельно. Осложненная диаре – это диаре 3-4 степени, то есть 7 эпизодов и выше стула в сутки, либо 1-2 степени, но есть какой-нибудь фактор риска. Например, это колики у него, спазм в животе есть. При этом есть, например, еще рвота, общее ухудшение состояния, например, у него ЭКОК-2 был, стал ЭКОК-3. Лихорадка, нитропиния, если еще, допустим, есть. Явно кровотечение, обезвоживание, а также боли грудной клетки. В этом случае пациента нужно госпитализировать. При неосложненной диарее он остается дома. Если он принимает какие-то таблетки противоопухолевого лечения, он приостанавливает это лечение. Если, допустим, висит у него инфузор, соответственно, он должен знать, как его перекрыть. Вы с ним должны прорепетировать это тогда, когда он у вас находится на госпитализации. По диете следует рекомендовать исключить лактозосодержащие, то есть молочные продукты все, кофеин содержащие, остро-жирную пищу, алкоголь и свежие овощи, фрукты. Если есть какие-то слабительные, в том числе он, например, принимает метаклопарамид, который вы назначили против тошноты и рвоты, он является прокинетиком, и этот препарат нужно отменить. Можно спросить вообще про все препараты и какие-то другие, возможно, какие-то продукты, которые он принимает. Возможно, они обладают прокинетическим действием. Следует рекомендовать частое дробное питание, это мягкая сваренная пища, можно использовать бананы, рис, яблочный перец, совершенно сушеный хлеб. Конечно, важно восполнять потерянную жидкость. Если, несмотря на все, что вы порекомендовали, у него остается диарея, но, к сожалению, пациенты не всегда соблюдают все диетические рекомендации, возможно, рекомендовать пациенту лекарственное лечение диареи. Это лопирамид, 4 миллиграмма сразу, затем 2 миллиграмма после каждого жидкого стола. Однако следует помнить, что суточная максимальная доза лопирамида это 16 миллиграмм, то есть 8 таблеток или капсул. Через сутки вы у него уточняете, сохраняется ли диарея. Если сохраняется, тогда можно увеличить дозу лопирамиды до 2 миллиграмм каждые 2 часа. Если после всех процедур по диете, по лопирамиду, увеличение дозы лопирамида осталось диарея, тогда придется пациента осмотреть уже в условиях поликлиники. Обследовать кал на наличие инфекции, анализ крови сдать, если у него обезвоживание, соответственно, ему физраствор вести. И вторая линия лекарственного лечения это актериатит под кожей 0,1 миллиграмм 3 раза в день. При осложненной диареи требуется госпитализация пациентам. Понятно, что противополивление прекращается. Исследования по большей части все те же самые. Это исследования кал на наличие инфекции, общий анализ крови, лактат по аж крови. Если есть лихорадка, перитонит или кровь в стуле, разумно сделать КТ брюшной полости малого таза с последующей консультацией хирурга. Лекарственное лечение, лопирамиды, актериатит, все те же самые рекомендации. Когда можно возобновить противоопухолевое лечение? Если нет диареи в течение двух суток без лекарственного сопровождения, то есть без лопирамиды, актериатита. В некоторых случаях придется редуцировать или даже полностью отменять препарат. Например, если рассматривать ингибиторы IGFAR, то при диарее третьей, четвертой степени, второй степени придется редуцировать дозировки. А если диарея не проходит в течение двух недель, то эти препараты отменяют. Вторую отсыл Ирины Токан снижает дозировки на 20% при диарее второй степени и третьей, четвертой степени соответственно. У капитстабина приведена в инструкции ступенчатое снижение дозировки в зависимости от количества эпизодов и степени тяжести конкретного эпизода. Следующее осложнение это поражение почек, нефротоксичность. В приложении в книге переводчиков и по руководству химиотерапевт полеизволяний приведено для каждого препарата необходимость редукции либо даже отмены конкретного препарата в зависимости от скорости кубочковой фильтрации. То есть каждый раз перед введением, например, цисплотина требуется расчет клиренса креатинена по биохимическому анализу крови. Конечно, он должен быть оптимально близко к дате проведения химиотерапии. Особенно стоит обратить, что если клиренс креатина уже меньше 60, дозу цисплотина редуцирует на 50%. Далее гипотоксичность. Здесь приведена степень тяжести гипотоксичности в зависимости от повышения тех или иных показателей гиперферментами, гиперберлирубинами, повышения челочной фосфатазы. Здесь приведена общая схема тактики изменения или редукции дозы или отмены даже препарата в зависимости от гипотоксичности. При первой степени, как правило, в принципе, ничего мы не менее продолжаем химиотерапию. При второй степени очень часто потребуется снижение дозировки или временное прекращение терапии и откладывание, допустим, на неделю. При третьей и четвертой степени, как правило, требуется полная отмена препарата. Для каждого препарата в приложении 7 руководства переводчиков указана необходимость редукции или отмены препарата в зависимости от повышения того или иного показателя. Нужно ли назначать ГПТ-протекторы? Их разумно назначать, когда снижение дозы или отсрочка лекарственного лечения несет больше риск для пациентов с точки зрения прогрессирования полипроцесса, но при этом те показатели гиперферментами и билирубинами не позволяют провести адекватную химиотерапию в полных объемах и дозах. Следующее осложнение это нейротоксичность. Тоже достаточно нередкое осложнение. Здесь приведены степени тяжести различного вида осложнений. Это может быть изменение уровня сознания, изменение слуха, неврология. Очень часто то, что мы видим в клинике, это периферическая сенсорная невропатия. Моторная невропатия намного реже. Одни из самых частых препаратов, которые вызывают невропатию, это оксалиплатин, цисплатин и поклитоксал. Очень часто на них пациенты жалуются. На анемение, парастезию, на кончиков пальцев, рук и ног. У оксалиплатины есть также дополнительная особенность, что прямо на фоне его введения могут возникать так называемые синдромы острой гипервозводимости. Это могут быть различные судороги, фасцикуляции, движения глаз, которые не под влиянием самого пациента. У поклитоксела существует на третий-пятый день, нередко возникает острый костно-мышечный болевой синдром. Об этом тоже стоит предупредить пациентов, потому что далее они потом вам об этом говорят. Какая есть профилактика? У оксалиплатина как минимум в течение 72 часов после введения необходимо избегать контакта с холодными предметами, также избегать питья холодной жидкости. Согласно рекомендации АОР 2020 года по лечению колоректального рака при появлении невропатии второй степени на оксалиплатине этот препарат отменяет и продолжает монотерапию второперимединами. У цисплатины если появляется нейротоксичность, то этот препарат отменяет. Возможная замена на менее нейротоксичный препарат это, например, карбоплатин, если такой позволяет локализацию схемы лечения. У поклитоксила возможная профилактика это использование криотерапии, например, холодовые носки, перчатки, но здесь умеренная доказательность. Хороший эффект показал в исследованиях дулоксетин, это антидепрессант, но, к сожалению, нигде ни в инструкциях, ни в официальных рекомендациях он не указан как способ лечения нейротоксичности, поэтому, к сожалению, нет возможности назначить его именно с этой целью. При возникновении нейропатической боли достаточно эффективно показали себя препараты антиконвульсанты, это габбопентин и прегабалин. Следующее осложнение экстравазация. Следует отличать, какой препарат вышел из вены. Это наиболее опасно, это кожанонарывные, они могут вызвать именно некроз. Среди них, например, одни из самых частых, которые назначаются, это доксорубицин, это позит, поклитоксел и децитоксел. Что делать, если экстравазация все-таки случилась? Во-первых, остановить инфузию, иглу при этом не удалять. И пациенты часто, ну, нередко могут убрать иглу, попросить их не удалять иглу. Если есть антидот для конкретного препарата, его, конечно, следует ввести. Если какие-то препараты остались вне вены, их по возможности нужно аспирировать. После этого иглу можно убрать, проводят местную терапию, сейчас мы ее разберем, и поднимают пораженную конечность. Не над головой имеется в виду, а на повязку подвешивают. В большинстве случаев местная терапия понимается это наложение сухого холодного компресса на 20 минут 4 раз в день в течение пару дней. Этого очень часто хватает. В некоторых препаратов есть исключения, это венкалкалоиды, это позитоксаны и оксалиплатин. У них используется именно сухой теплый компресс 4 раз в день, в течение 2 дней. Для каждого препарата, например, для антроциклинов есть антидот, это дексоразоксан. Для каждого препарата есть свои варианты антидота, они выводятся. Когда пора идти к хирургу? Если, например, возникла инфекция, это абсцесс, флегмоны, если возник некроз ткани и нет ответа на проводимую терапию язвы в течение 10 дней. Следующее осложнение стоматит. На слайде представлены препараты, которые наиболее часто могут вызвать стоматит. Это плеомицин, цитеробин, доксоробицин, этапозит в высоких дозах и струйное введение, болюсное введение, вторую цилуаз. Также имеет отрексат. В качестве профилактики стоматита рекомендуется санация полости рта и возможно, например, при болезном 5-2 целя использования пероральной криотерапии. То есть кусочки льда пациент в течение 30 минут использует. Лечит стоматит. Следует ограничивать ограничения в диете. Это кислая, соленая, сухая пища. Следует исключить полоскание рта обязательно до-после еды. При кандидозе возможно назначение противогрибковых, таких как нестатинклотримозол. При вирус герпесной инфекции добавление ацикловира. И последний, но не менее важный синдром острого живота. Достаточно нередко пациенты обращаются по поводу симптомов острого живота и очень часто требуется дифференцировать, что это на самом деле. Это может быть энтерит, колит. Это может быть кишечная непроходимость, особенно характерная для колоректального рака и рака яичников. Следует заметить, что у половины пациентов, принимающих ингрессин, может возникнуть запор. Может быть, например, кишечный проходим вследствие приема опиоидных анальгетиков по поводу хронического волевого синдрома. Тоже не редкость. Это может быть обструкция выходного отверстия желудка при раке поджелудочной железы. Также в этом случае может быть врастание нервного сплетения давать боль. Вот вам синдром острого живота. Может быть, это синдром распада опухоли, если массивная опухоль, допустим, где-нибудь в желудочном кишечном тракте находится. На фоне биоцезумаба у него может возникнуть перфорация со всеми вытекающими последствиями. У винкристина, опять-таки, возвращаемся к нему, может давать синдром острого живота, кроме того, что он сам вызывает сильные спастические боли в течение 10 суток после приема. Наконец, это может быть холонгит, холецистит. Конечно, однозначно решить эту проблему дистанционно не представляется возможным. оптимально, чтобы пациент был осмотрен любым врачом, как минимум. Оптимально это будет хирург для определения показаний к хирургическому лечению. Допустим, это есть, например, кишечная непроходимость и так далее. В этом случае необходима тесная взаимосвязь врачей разных специальностей, онколога и хирурга. На этом у меня с чего. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Продолжение следует...